Внимание, вопрос. Против знатков играет Елена Откаличенко. Внимание, английский ученый-психолог Дэвид Льюис утверждает, что это безопасно лишь для женщины, тогда как между мужчин может остаться... Английский ученый-психолог Дэвид Льюис утверждает, что это безопасно лишь для женщин, тогда как для мужчин может стать источником опасной болезни. Проведенные исследования показали, что из случаев этих женщин наблюдались какие-либо незначительные отклонения, например, сердцебиение. Мужчины же, наоборот, крайне отрицательно отреагировали на это. У них участился пульс, стало поверяться ледмия, резко подскочило кровяное давление. Внимание, вопрос. Назовите это английским словом, которое относительно металла подпроникло в русский язык. Минута прошла. Смотри, что-то хорошо. У меня первое было... Я понял, что у меня была свадьба, как мэри. Но я не знаю, что-то слова нет. Да, в этом слове нет. Ну, что-то нет. Что это вообще? У женщин? У мужчин. У мужчин. У этого пульса, ритмия, давления. Здесь вот это слово. Хорошо. Хорошо. Что еще можно сказать? Помимо чего-то сделать? Сказки. Какое-то психологическое название дает привык с отрицепи. Я так говорю, что есть слово и вот в Франции, но у нас приятно все. Ну смотри, там было внешний мужчина или просто у мужчин? У мужчин. У мужчин. А, то есть у в четверти тоже, значит, начнется биение, а у всех остальных сгибает аномально, да? Минута закончилась. Отвечаю, Сергей. Можно вопрос еще раз? Английский ученый и психолог Дэвид Юис утверждает, что это безопасно лишь для женщин, тогда как для мужчин может стать источником опасных болезней. Проведенные исследования показали, что лишь у четверти женщин наблюдались какие-либо незначительные отклонения, например, сердцебиение. Мужчины же, наоборот, крайне отрицательно отреагировали на это. У них участился пульс, стало проявляться аллитмия, резко посвящилось верное давление. Вопрос. Назовите это английским словом, которое относительно миндала проникло в русский язык. Мы думаем, что речь идет о походе за покупками. Это правильный вопрос. Это правильный вопрос.